Обманчивая погода, ослабленный после зимы организм. Заболеть весной проще простого. Чтобы избежать простоды, в народе существует множество методов и рецептов. Как не заболеть весной, сегодня мы поинтересовались у брачан. Как не заболеть весной? Одеваться теплее надо и все, больше чем. Закаляться надо. Как именно? Ну я, например, уже с год, наверное, хожу по холодной воде. Надо 108 шагов сделать. По лужам не ходить как? Да кушать витамины, что еще? Витаминчики. Какие? Фрукты, овощи, таблетки. Как весной не заболеть? На сквозняках не быть. Ну еще что, витаминов побольше, фруктов. А если все-таки простыли, чем лечиться? Чем лечиться? Да, надо народными средствами больше лечиться. Водку с перцем можно? Водку с перцем даже нужно. Немножко, чтобы прогреться хорошенько. Пробовала самолечением заниматься и иногда эффекта просто не получала. А пришла к специалистам, то, что он не выписал, и я пролечилась. Это 100%. Одеваться, наверное, потеплее. Народные рецепты какие-нибудь знаете? Знаю, ага. Какие? Какой-то эти водки вредит. Профилактику лечиться, принимать что-нибудь, наверное, надо. Так, в течение года закаляться, витамины и здоровый образ жизни. А если все-таки простыли, что делать? Ну, в первую очередь обратиться к врачу. Вторая очередь профилактика. Проветривание, прогулка на свежем воздухе. Ромашка, солодка, очень хорошие. Шалфей подойдет. Молоко, мед. Побольше есть витаминов. Каких? Ну, всяких разных, я не знаю, витамин С. Фруктов. В каких фруктах больше всего витаминов содержится? В апельсинах, наверное, в морковке. Яблот. Что еще? Ну, овощи, фрукты, зелень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова